ВИДЧЕР 3 ВИДЧЕР 3 И ко всему прочему, в игру введена система быстрого перемещения на манер Fallout. Но особенно CD Projekt делает акцент на наполнение контента, которое так важно для любого проекта. И судя по тому, что нам продемонстрировали на E3, нас ждет масса побочных квестов и разнообразных мест. Карта испечлена руинами, нехоженными тропинками и отвесными скалами. Так что если вы чувствуете себя героем этой игры и жаждете приключений, просто сойдите с дороги и ищите веселье. Типа битвы с чудищами или же поиска сокровища. Помимо всего этого, разработчики придумали крайне интересный способ совмещения побочного квеста с сюжетным. Как только один квест заканчивается, тут же начинается другой. И это круто. Также разработчики рассказали о системе охоты на монстров. Прежде чем отправиться на поиски какого-либо зверька, ведьмак должен знать, с кем он имеет дело. Для этого у нас есть возможность ведьмачьих чувств. Они подсвечивают улики, которые приведут нас к очередной жертве и позволят узнать ее слабые места. Насчет боевой системы, она практически ничем не отличается от предыдущих частей. Против юрких врагов подойдут слабые и быстрые удары. Для тяжеловооруженных противников магические умения вроде телекинеза. Также подтвердилось, что Ведьмак 3 будет на новом движке Red Engine 3, созданной специально под большие просторы игрового мира. По словам разработчиков, существующие игровые движки не способны воссоздать ту красоту, которую они хотели бы отобразить в The Witcher 3. И это не может не радовать. Подведя итог, хочется сказать, что Ведьмак 3 будет гораздо интереснее в плане контента, мира и геймплея, нежели предыдущие части. Поэтому ни один игрок не останется равнодушным. А посему давайте пожелаем удачи разработчикам из CD Projekt и подождем даты выхода, которая состоится в 2014 году. На этом все. Поддержите канал подпиской, ставьте лайки и не забывайте писать комментарии и пожелания. В эфире был PreviewsBlog. До новых встреч и новых проектов. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»